Добрый день, уважаемые друзья! В преддверии праздника Великой Победы мы хотели бы рассказать вам о художниках, которые в той или иной степени отразили тему войны или победы в своем творчестве, или участвовали в Великой Отечественной войне. Но для начала я хотел бы поздравить с праздником, без которого не случилась бы сегодняшняя трансляция, сегодняшним днем радио, которое дало нам возможность использовать технологии, передающие радиосигнал на расстояние, с помощью которого мы входим в ваши экраны, в ваши дома и, надеюсь, в ваши сердца. А теперь о наивных художниках и Великой Отечественной войне. Ну, если грубо делить, то у нас в собрании есть художники-участники Великой Отечественной войны и те художники, которых Великая война зацепила края. Дети, ветеранов, потомки. Но в любом случае каждый художник отражает эту тему по-своему. Будь он участником войны, часто участники войны не хотят рассказывать, писать, вспоминать об этой теме. Это известный факт о том, что люди, избегая травматических событий, и ветераны войны нечасто обращаются к этой теме. Но так или иначе, мы посмотрим на то, как тема Великой войны отражается в творчестве наших художников. Начать хотел бы я с такого автора, как Эчик Александрович Барцев. Эчик Барцев начал писать и рисовать, когда решил оставить память о своем марийском народе. По происхождению он мариец из глухой марийской деревни Кугу-Кужлоял, 36-го года рождения. Соответственно, когда началась Великая Отечественная война, ему было 10 лет. И один из своих рассказов, он очень много рассказывает о войне, послевоенном времени, о марийском народе. Он это рассказывает устно и пишет, и в картинах, и на оборотах картин, оставляя длинные комментарии. Один из рассказов записал Евгений Ройзман, он опубликовал в своей книге «Икона и человек». Этот рассказ называется «Имя отца». Сейчас я его постараюсь коротенько пересказать, добавляю эти комментарии, которые Эчик мне сам рассказывал. Первое его детское воспоминание было такое. Он бежит босиком по избе, а на столе лежит его голая мертвая мать. Мать умерла, и ее готовят к похоронам. Это начало 40-х годов, Эчику 5 лет. В семье остается 6 детишек. Старшая сестра, братья, помладшие, Эчика, там есть двухлетние дети. И вот погиб отец на фронте в самом начале войны. Умирает их мать, и остается в семье лишь одни дети. И они начинают такую трудную битву за выживание семьи. В чем суть рассказа «Имя отца»? В том, что, как известно, послевоенное время было гораздо более трудное с точки зрения голода и выживания, чем, собственно, военное время. Это известно многим. Потому что конец роковых годов оказался гораздо более сложным экономически, чем военное время. Ну, другие механизмы работали, экономические и так далее. И вот один из старших братьев работал за трудодни, и с ним должны были расплатиться мешками с зерном. И с помощью этого семья могла бы прожить некоторое время. И одним ужасным днем один из старших братьев возвращается и говорит в колхозе, что нам ничего не дадут, нам нечего будет есть. И тогда ячек сел и написал письмо от имени отца председателя колхоза и сказал, что я живой, я такой Александр Петрович Барцев, я ветеран войны, я живу тут неподалеку, как там живет моя семья. И на следующий день, испугавшись того, что ветеран войны улечит колхоз в каком-то невнимании к семьянам, на следующий день им привезли под воду еды, зерна, хлеба и так далее. Эчек подделал письмо, почерк отца, написал там в обратном адресе Стерлета Мак. Ну вот, десятилетнему мальчику в голову пришло вот такое дело. И отец в завершении, автор пишет, что отец не смог спасти семью, зато спасло семью имя отца. И вот такая история, и ряд еще историй было запечатлено в картинах Эчека Барцева, посвященная трудностям выживания в войне и голодным годам в республике Мариэл. В основном его живопись посвящена детским годам. Эта картина называется «Укинде» по Марии, новый хлеб, если буквально и дословно, но по сути это урожай. «Укинде» у марийцев это праздник, похожий на русские дожинки или аспожинки, праздник нового урожая, который отмечается в сентябре, где-то в начале октября с новым урожаем. Делают помол из первого хлеба, и это угощает всех новым хлебом, из нового зерна, и все веселяют. Но вот этот новый урожай с слезами в глазах мы видим у старшей сестры или женщины, может быть, тетя Эчика, они смололи это зерно. На амбаре мы видим, что нового урожая всего лишь там 10 колосков, и слезы выражают то, что они долгое время его ждали, голодали, и грусть от того, что его в результате оказалось мало. Она все-таки оделась по праздничному, как положено, к празднику, но это не праздник, это всего лишь 10 колосков, на которые им придется жить очень долго. Следующая картина, она очень такая философичная. У Эчика есть картины, связанные с современными остросоциальными проблемами, и здесь он совмещает как бы события и образы из послевоенного времени, никогда не с сестрой ходили побираться по соседям, просить хлеба. И они одеты в традиционные беднязкие такие одежды. Тут даже очень интересная этнографическая подробность. На лаптях привязаны такие колотушки, так называемые гряземессы, по которыми можно было по грязи ходить. На лаптях это очень интересная этнографическая подробность. А в правой половине картины мы видим зажиточных людей, таких зажравшихся детей. И они уже изображены в стилистике уже 90-х, 2000-х годов. И эта картина делится ровно на две половины. И как бы часть картины воспоминания, часть картины – это уже современное время, люди насмехающиеся над бедном твой. В увеличенном виде изображаются дети в традиционной марийской одежде. Это марийский кафтан, джелан на девочке, буденовка на мальчике и беднязкие лапки на ногах. А в правой части картины мы видим в каждом углу картины пирожки, булочки, хлеб, блины с топкой, банка с овощами, бутылка и сытые дети. Вот это ощущение голодного детства Эджик передает во всех своих картинах. Картина «Пережили» – ее нужно расшифровывать. Дело в том, что эта семья самоотверженных детишек, она вела полноценное хозяйство, у них были и коровы, и козы, и они выращивали даже и пчел. И пережили в данном случае пчелы. На картине изображен улей, который ранней весной вынесли на улицу, для того чтобы пчелы перезимовали, и в катках развели дымокуры для того, чтобы поверхность земли прогреть. И вот пчелы согревали вот этими дымокурами. И здесь мы видим уже вспаханный огород, святшие плодовые деревья, там яблони или сливы. То есть они пережили зиму и готовы вступить в новую битву за урожай в огородных своих заботах и пчеловодческих. На этой картине ящик изображает начало молевого сплава. Она, конечно, на экране очень пестровато выглядит. Как-нибудь, когда у нас всё это безобразие закончится, вы придёте посмотреть её окна в музей. Здесь изображён труд подростков. Ребята занимались рубкой леса и сплавом, леса по рекам. Здесь огромная стопа гора брёвен, многосоткилограммовых. И ребятам предстоит, мальчишкам и девчонкам предстоит их скатывать, сбрасывать в воду. Они стоят с баграми. А справа, в самом краю картины, ветеран, инвалид, раздаёт наряд. Его принимают девочки, опять-таки, в марийских традиционных нарядах. И ребята уже готовы в баграме скатывать эти брёвна. Это очень опасная работа. На ней погибали и взрослые мужики. Вот эти многотонные брёвна несутся по склону горы, попадают в реку, и потом они сплавляются. Этот период очень короткий. От схождения льда до полной воды. То есть нужно было за неделю, за две скатать, нарубили за зиму. И выполнить наряд, и за это получить какой-то там трудодень. Вот такой подростковый подвиг. Ну и последняя картина, которую я хотел бы вам показать, это картина «Кормильниц». Здесь мы видим посредине картины молодого парня, подростка, который обут в обувь, на несколько размеров буря, ему положено. И собирается он отправляться на работу. Вот эти картины очень коробные. Вот. И наоборот разные люди. В частности, в правой части картины мы видели ветерана войны с одной ногой на костыле, который не может трудиться. А вместо него на работу идёт парень. Но самое интересное в этой картине – это вот этнографический интерес представляет группа женщин в левом углу. Женщины просто пришли за водой, но их взгляды на парня уже недвусмысленные. Ну, понятно, что во время войны многие остались вдовами, и они видят молодого человека, который уже полноценный хозяин семьи. И они так искосо на него поглядывают уже чисто по-женски. С такими ухмылочками и с такой интересной пластикой. Вот. То есть он кормилец, хозяин, работник полноценный. Вот человек, который вышел из дома и на него уже совершенно иначе смотрят. И последняя картина «Ячек» – гадание. Она изображает очень простой сюжет, который повторялся в русских, татарских, марийских и многих других домах, когда люди гадали на то, на судьбу своих фронт героя, воина. Это обычный архит, когда, ну, обычно он выполняется в бане или в каком-то углу, в общем-то таком сакральном. Ну, где-то в сенях ставятся два зеркала, фотография воина. Вот здесь из-за свечи и в дыме свечи женщина пытается угадать судьбу своего воина. Вот. Единственное, чем она могла способствовать – это молиться и гадать на его возвращение. Вот. У «Ячека» отец не вернулся, как у многих, впрочем, других. Новей, детей, воины не вернулись. Вот. Картина, на фоне которой мы сидим – это картина Георгия Ивановича Попова, 9 мая, написанная в 2001 году. Это День Победы, который отмечали, естественно, в каждом населённом пункте нашей страны. Очень характерно для Георгия Ивановича. Интересно, что именно этот ракурс мы встретили в разных его картинах. То есть, этот план, эти два дома, и план на город Володу. Но в данном случае он поместил этот мизансцену, этот ракурс, фон, 9 мая. И интересно в этой картине то, что звёздочки с ситчиком, ситцем девичьих платьев и с черёмухи. И вот такая мелкозернистая поверхность. Ну, типично такой крестьянский уличный праздник. Гармонь, веселье. Фёдор Васильевич Ершов, 9 мая. Тот же самый день, немножко вперёд. Тут нужно рассказать предыстория. Фёдор Васильевич Ершов вырос в сибирском селе. Опять-таки, многодетный. Это было обычно для многих советских европейских людей. Отец был на фронте. Старшая сестра собирается в школу. Утро, 9 мая, конкретно 1945 года. Часть семьи ещё сидит завтракает. Сестра собралась с портфельными книжками в школу. И тут из динамика, ну, и, конечно, не многие подрастающего поколения узнают, что вот эта штука говорила голосом диктажа. Оливера сообщала о событиях на фронте. Это был такой радиоточка, проводной радио, динамик, который постоянно работал. И люди должны были, имели право его выключать, потому что должны были и подниматься по тревоге, и слушать, слушаться к новостям. Вот. И в этот момент голос диктажа сообщается о капитуляции фашистской Германии. И возникает такая немая сцена. Мать, наливавшая чай из самовара, замерла, прижал руки к груди. И вода переливается через её кружку. Бабушка, несмотря на советские времена, начинает молиться. Сам Федя Ершов, которому тогда было 9-10 лет, кричит ура, подняв руки в заплатанном пиджаке и ложкой в руке. Сестра у Романа рассыпались в тетради и книжки. И голос Левитана, голос советского диктора, он дублируется золотым потоком, солнечным потоком из окна. Из окна льётся свет, который символически обозначает ещё вот это сообщение, радостную весть, такой визуальный благовест. Такая семейная сцена. Обычный сибирский дом с печкой, ухватом и котёнком, которому безразлично ликование людей. Ищет своё молоко. А все остальные находятся в радостном возбуждении. Две картины Надежды Дмитриевны Щегловой. Вот здесь проявлен очень интересный момент. Известно, что наивное искусство – это визуализация автобиографической памяти. Большинство наивных художников, они пишут свои воспоминания. Воспоминания такими, какими они хотят, чтобы они были. И порой люди изображают события, которые они физически не могли видеть, но они так помнят. Вот это такая память. Надежда Дмитриевна Щеглова, 1948 года рождения. И возвращение своего отца она помнить не могла. Она была ещё очень маленькая, но последующие семейные рассказы, семейные предания много Дмитриевны, повторяя рассказы о том, как вернулся отец фронта, как его замечали, чем он пах, что он принёс в своём вещмешке. Они записались в её памяти так, как будто бы она сама при этом присутствовала. И вот два ребёнка, девочка и мальчик, ждут, стоя на половиках. Мать встречает отца у порога, фронтовика. Очень много картин у Надежды Дмитриевны выполнены именно вот в таком вот фильме. Она часто пишет горницы, сельские интерьеры. жила и живёт она в глухой уральской деревушке на границе с Тюменской областью. И она часто пишет вот эту мизансцену. Вторая картина её уже застолья, когда отец сидит с дочерью и женой за столом. Это уже праздник. Это может быть уже не, собственно, 9 мая, может быть, чуть попозже, следующий год празднования. Но здесь добавляется такая деталь. Мы видим, что левый рукав и его гимнастёрки заправлен в ремень. Он вернулся как бы неполноценным инвалидом с медалями на груди. И, по всей видимости, у семьи кто-то ещё участвовал и не вернулся с войны. И на столе стоят два гранёных стакана фронтовых 100 грамм с кусочками хлеба. То есть это такие поминальные. Поминание тому, кто не вернулся с войны. Серия работ Альберта Николаевича Коровкина, о которой мы уже много раз говорили. Но вот на этих работах мы особенно внимание не акцентировали, потому что они выбиваются из его стилистики. Обычно его картины такие ироничные, жизнерадостные. Но вот ряд картин посвящён Второй мировой войне. И они выполнены в таком трагичном плече. И картина, которая имеет два названия, 22 июня 1941 года, или «Нас любили, нас убили». Вообще всё его творчество пронизано идеям любви между мужчиной и женщиной. И даже тему войны он рассматривает вот в этом ракурсе как трагедию, разрушившую любовь между мужчиной и женщиной, как трагедию, лишившую два любящих сердца связи и счастья. По небу улетят в грозовых тучах немецкие бомбардировщики. И с неба незринуты влюблённые, обнажённые, падающие в поле цветов ромашек. И у женщины даже волосы превращаются в потоки плавания. Вот. То есть это такая микро-падо об убитой любви. Вторая картина, следующая картина, по мне, ещё очень трагичная. Молодой солдат сгорает в пламени, а обнажённая женщина, явно беременная. Картина называется «Назову Ивана». Понятно, что его забрали на возбуждение с брачного ложа. Он оставил не только, но и частичку себя. Но не вернётся. Он сгорает в пламени, и она знает, как она назовёт своего сына. А это уже мотив Победы. Это уже чуть менее трагичный мотив в изображении Альберта Николаевича Короткина. Здесь Победа изображается в виде невесты. Солдат завоевал победу. Солдат завоевал победу, как сердце женщины. И Победа выглядит, как невеста, принадившаяся к празднику. Ну и самая жестокая картина Альберта Николаевича Короткина. Это праздник, по небу мчатся самолёты, по Красной площади едут танки, шарики летают. Картина называется «Ваня кричит ура». Ваня – из ног, инвалид, которых после войны было очень много. Они катались на таких тележках, вот такие маленькие. Ну, люди находились на уровне колен людей. Они ездили по асфальту, по брусчатке, попрошайничали часто. Ну, подорвавшиеся на минах, лишившиеся обеих ног. Но это не просто инвалид, а на нём ещё водрузившись едет главнокомандующий Сталин. Ваня кричит ура, а Сталин едет у него на шее. И в этом выражено всё отношение Альберта Николаевича к власти, к руководству. В этом трагедия русского солдата, которых, как пушечное мясо, бросали порой и на победные всякие события. Павел Васильевич Устюгов. Это человек, с которым я очень долго общался, лапаевский художник, о котором я уже говорил несколько раз в своих лекциях. Здесь хочется, ну, подчеркнуть определённую черту его характера. Он очень интересный рассказчик. Рассказывает всегда он очень глубоко и обстоятельно, и такие же глубокие обстоятельные его картины. К картинам он подходит тоже исследовательски. Всегда он делает очень много эскизов. Как я уже говорил, он начал заниматься живописью, когда решил составить, написать родословную своей семье. Он написал книгу о своей семье, которую назвал Есашное по названию села, где он родился. Вот, он её проиллюстрировал сначала акварелями, потом эти акварели перевёл в живописные картины. Кроме этого, он ещё занимался в студии кинолюбителей, где изучал сценарное мастерство и киносъёмку, и собирался снять фильм о войне. Конечно, это была несколько утопичная идея, потому что такие возможности были на крупных киностудиях и на любительской студии при всём желании у него бы этого не получилось. Ну вот, человек жил такой мечтой, как все наивные художники, это художники порой несбывшейся мечты. И единственное, у него всего лишь одна картина, посвящённая войне, и большое количество эскизов, посвящённое несбыточной мечте снять фильм о Курской битве. Он был танкистом. Вообще, в начале войны он любил технику, и ещё до начала войны он ездил на одном из нескольких автомобилей по Лапаевску. И в начале войны его послали обучаться на аэросане в Петрозаводск. Он должен был быть командиром отделения аэросаней. Такой экзотический вид транспорта. Но, в конце концов, он стал обычным, если не считать, конечно, это подвигом. Стал обычным аэросаней, дошёл до Будапешта, участвовал в Курской битве. И он хотел о самом главном танке, о самом главном танке советского солдата. Большое количество эскизов, фильмов у него есть. Они, правда, не в том числе, количество картин. Вот это его один из множества эскизов, посвящённых битве под Прохоровкой. Здесь я просто хочу сказать о том, как обстоятельно он относился к подготовке к картине. Он прорабатывал технические планы, изучал расположение войск, изучал вооружение, которое было у войск противостоящих. Это противотанковое ружьё, Дегтярёва, которое было на вооружении советских, Красной армии. А вот так он готовился к изображению танков. Он изучил все. Это его большие листы эскизов, где он полностью изобразил все танки. Люди, которые смотрят современные фильмы о войне, не представляют себе о том, что со стороны советских войск, в армии, участвовало такое разнообразие танков. Легкие, тяжёлые. Т-34-75, Т-34-85. Это по калибру пушки. И Павел Васильевич обстоятельно всё описал. Самоходное орудие. Вот в правой части. Павел Васильевич, которые нарисованы, это не танки. Это самоходное орудие. Это пушки, установленные на гусеничной тяге. Это у них совершенно другое назначение. Вот. Это всё обстоятельно написал. И в конце концов у него родилась одна лишь всего картина. Представьте себе, человек, который прошёл всю войну от 2 до конца, от 22 июня до 9 мая и дальше. Потому что это нам кажется, что война закончилась 9 мая. На самом-то деле многие солдаты вернулись домой через 2-3 года после победы. Потому что ещё служили в Венгрии, в Германии, в Чехословакии. Так вот, человек прошёл всю войну. В его жизни было огромное событие. А он оставил всего лишь одну картину. И ту он выпалил по заказу. Он вращался в обществе художников Алапаевска. И музей был посвящён в основном деятельным художникам. И в этом музее устраивались ежегодные юбилейные выставки. Осенняя была такая общая. А весенняя всегда посвящалась юбилею победы. И вот к одному из юбилеев ему сказали, Павел Васильевич, ты же ветеран войны, нарисуй-ка картину. И вот он написал картину, которая выражает всю его сущность воина. Картину о танковом бое под прорывом, знаменитую битву. Две другие его картины описывают возвращение с фронта. И каждый раз это вокзал. Это такое обыденное возвращение, встреча ветерана с семьёй в каком-то полустанке. Где-то это превращается в праздник. Вот всего лишь три картины, которые ветеран войны Павел Устюгов написал о войне. Афанасий Сергеевич Чепкасов, тоже ветеран войны, у него история немного другая. Он был призван тоже в первые дни. И на западе Украины, сейчас это Буковин, он был тяжело ранен. И поучаствовал он только в самом начале войны. И всё остальное время он лечился и восстанавливался. После восстановления он работал художником-оформителем на ВДНХ, где... Ну, художник-оформитель – это не художник в полном смысле слова. И у него сложилась такая манера, когда он любил копировать знаменитые произведения, или даже знаменитые фотографии. Это одна из знаменитых фотографий, по-моему, Бальтера Манса, знаменитого фотографа. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это Игорь Халдей. Но восстановление, такая знаковая фотография, восстановление пограничного столба СССР. Вот. И он написал такую картину по мотивам знаменитой фотографии. Художник, который присутствует в нашем музее, Павел Петрович Карандашов. Здесь я привёл его удостоверение за взятие Берлинина. У него ещё есть ряд наград. Вот. Здесь мы видим фотографию, где он изображён в самом начале войны. То есть солдат без погон. Это значит, что это до 43-го года. То есть или даже до войны, или в самом начале войны. Вот. Молодой солдат, но уже на фоне какой-то картины. Я о нём почти ничего не знаю, за исключением маленьких деталей. Скорее всего, он и в армии работал художником-оформителем или копиистом. Вот. Здесь он изображён на фоне картины. Вот. На что удивительно, тема войны абсолютно никак не отразилась в человечестве. Как известно, люди, испытавшие больную травму, там, холокост, комслагерь, гулаг или война, они физически не могут вернуться к своим воспоминаниям. Вот. И его картины довольно-таки пасторальны. Есть такой жанр, который граничит с живописью, когда изображаются лирические пасторальные картины. Их заказывают очень часто. Это пруды с лебедями, это дворцы, замки красивые, домы, девушки. Вот. Такие картины он писал. Ну, и есть ещё такой вид живописи самодеятельного творчества, как копирования знаменитых произведений. Одно из самых популярных произведений, это по мотивам Николая Пимоненко, один из самых копируемых художников, картина «Свидание». Картина имеет происхождение из оперы «Наталка Полтавка». Это одна из мизансцен этой оперы, которую потом воспроизводил в своей картины Николай Пимоненко, и потом большое количество художников её воспроизводило. Вот. Частник «Ветераны войны» ударился в такую лирику. Вот. Ну и самый трудный разговор для меня – это разговор об Александре Иосифовне Уткиной, потому что её творчество делится на ряд периодов. Она героиня, она участвовала в Великой Отечественной войне, она была зенитчицей. Вот. У неё достаточно интересная пейзажная живопись. Вот. Я пока буду листать, немножко расскажу о ней. Она передо мной поступила в Благовещенский пединститут. Прямо с первого курса их забрали, началась война, и их забрали в армию, призвали в армию и приложили им на выбор две профессии – или быть медсестрой, или зенитчицей. Ну, патриотизм был в сердце каждого советского человека. Она хотела быть ближе к атакующей линии фронта, и она записалась в зенитчицей. Вот. И воевала на Восточном фронте, там, где наши войска ограничили с японскими войсками, обороняла нашу страну. Вот. Но в рассказах о ее живописи мы должны перейти к такой теме, которая называется «Арбрюд» или «Грубое искусство», потому что в какой-то момент посттравматический синдром, еще наслоившимся другим психическим отклонением, с амнезией превращается в очень кровавую тематику. Вот. В ее живописи начинает доминировать тема вины и вины перед всеми воинами за их жертвы. она изображает сначала свое участие в Великой Отечественной войне, а потом в ее картинках все больше и больше доминирует тема трагедии, травмы, б**ки, сколотые фашистскими штыками, сгоревшие люди. Вот. Это еще такие щадящие зрители работы, но со временем, а я был знаком вплоть до 2013 года, когда ее семья забрала женское место. Вот. В ее картинах стали проявляться очень на травматическое ощущение войны. Постепенно вот эта вот боль превращается в море крови. вот это одна из самых таких наивных и понятных немногим картин, когда два одноногих инвалида, ну, обувь-то существует по парам, им выдают сапоги по два, а им два не нужно. И вот они меняются. Такая картина называется «Встреча». И вот ранения, травмы, смерть начинают доминировать в ее живописи после того, как умирает ее младшая дочь. Здесь она изображена в качестве такого иконостаса. Она начинает писать свои картины на основании стихов фронтовиков. Вот. Это несколько картин другого автора Галины Назаренко, который демонстрирует тематику травматической памяти о войне. И вот именно эту тематику начинают акцентировать в массовой культуре, в кинематографе, в стихах, в песнях. В 60-е годы, через 15-20 лет после окончания войны начинает доминировать дискурс вины, травмы, коллективные травмы. Строятся мемориалы очень трагические, с звучащими реквиями на нем. Потом снимаются фильмы, даже детские фильмы, где людям объясняют о том, что единственное, что они должны испытывать по отношению к войне, это чувство вины за понесённые травмы. И вот именно этот мотив Александра Иосифовна переподхватывает, и в её картинах начинает доминировать надгробие, это стихи, посвящённые погибшим солдатам, раненые и убитые солдаты, вот «Горевшие дети», жестокость нацистов, которая штыками закалывает детишек, ну и известная песня «Журавли», как лейтмотив именно этого периода, середины 60-х годов, когда в Советском Европе как он должен относиться, как он должен вести себя по поводу жертв войны. Она, в её картинах появляется изображение монументов, именно в 60-е годы по всей стране строятся монументы, посвящённые жертвам войны. Это так называемые ритуальные памятники, где культивируется вот это вот чувство вины. Это памятник Зоне Космодеменской, и Александра Иосифовна просто рисует памятники. У неё уже нет возможности, способности изображать какие-то события. Она просто как напоминание о чувстве вины, о травме, просто изображает строенные памятники. Вот один из её любимых поэтов, стихи которого она постоянно воспроизводит в своих произведениях. Это Берлин, татарский поэт, погибший в Берлинской. Ну, он погиб в тюрьме в Моабите, знаменитый моабитский тирк, Муся Джалиля, который она постоянно воспроизводила. И Александра Иосифовна просто воспроизводила в памятнике. Даже вот расстрельная колонна, которая, казалось бы, не имеет отношения к Великой Отечественной войне, память, ну, всё-таки салют. Нужно сказать, что творчество Александры Иосифовны явилось результатом всё-таки большой идеологической работы. Именно в 60-е годы начали формулировать отношения к Великой Победе, к трагедии о войне и устанавливать по всей стране мемориальные комплексы, на которых принимали комсомольцы и пионеры, на которых проходили различные ритуалы по праздникам 9 мая и дням освобождения войны. Один из первых памятников был Аллея Славы в Одессе, потом Пискарёвское кладбище в Ленинграде, дальше знаменитый ансамбль «Героям Сталинградской битвы в Альграде» и именно вот эту эстетику попытался рассказать в своём творчестве Александра Иосифовна Уткина. Вот. На этом я закончил, чтобы дальше не углубляться в культурологию, более теорию. Вот. Память о войне может быть разная. Она может быть более парадная, может быть семейная, как, допустим, на картине Фёдора Ершова, может быть, воспринять какую-то идеологическую парадигму, но я думаю, что она в сердце нашего народа будет вечное. Спасибо за внимание. Продолжение следует...